А в этой серии вас ожидает очередной распил от меня задней части двойки новые колеса Никитоса охренительное количество запчастей на Жигули которые я вообще чудом привез А, да, блин, на 200 Да, и выбор ковшей для Никитоса и мы покажем, какие варианты есть и что из них сейчас самое более популярное а что нет, так что погнали Опять двойка, опять распил лютый она продолжает обрастать новыми запчастями и еще предстоит куча всего вроде как бы работа сделана дофига но предстоит еще больше работать Я только успеваю в транспортную гонять Каждый раз все, что-то приезжает, приезжает, приезжает Я уже забыл даже, что заказывал Субтитры сделал DimaTorzok А теперь про запчасти Все прикинули Я прикинул советские запчасти они вот как надо все подходит, дырочка в дырочку каждый болтик скручивается а то, что мы тогда покупали на рынке это был просто трындец я прикладываю запчасти они даже друг с другом просто дырка на дырку не попадает ну и пришлось в итоге искать обращаться к нашим подписчикам и чтобы они нам помогали Парни, вы красавчики спасибо всем большое, кто откликается и помогает нам что-то найти скидывает ссылку даже если я кому-то не отвечаю в директ это не значит, что я не посмотрел ваше сообщение я посмотрел, но возможно просто не ответил из того, что кроме тебя еще написало 50 человек и я уже нашел ответ на свой вопрос но я стараюсь отвечать реально почти каждому просто из 50 заявок я наверное 10 отклоню из-за ненадобности просто но еще раз реально спасибо всем, кто подписан и пишут и помогают да, потому что мне помогли с моим мотором он уже приехал, мне ты кстати Леха помог с дрифтом отцу ну вообще крутя Леха красава и все, он мне уже должен приехать завтра поедем забирать и вот спасибо еще парням из Ринкузова потому что они из всего как бы то, что нового металла они выбирают именно качественные запчасти и стараются держать марку и высылают очень хорошего качества запчасти то есть нового железа на наши машины и поэтому вот и самый прикол в том, что даже уже когда день подходил к концу и они, ну, типа доставка в транспортную как сказать, ну все уже, они уже типа все отвезли но при этом я очень сильно их попросил то, что парни, пожалуйста, мне нужно, чтобы оно в понедельнику было и парни заморочились, отправили мне прям все еще раз отправили тачку все скинули запчасти и вот сейчас запчасти приехали, завтра тоже поедем отбирать спасибо вам, парни ну, то есть, ну, приятно, когда люди не просто а, блин, как бы еще что-то, да а, реально вот попросил, а сейчас очень круто мне реально понравилось, что откликаются люди вот, а дальше, что мы все поприкидывали я понял, что нереально делать из того железа, что мы купили на рынке поэтому вот мы это самое заказание ждем в советские части ко мне наконец-таки приехали мои долгожданные диски но размерности они 14 диаметров на 6GF с вылетом плюс 20 обошлись мне они в 15500 поскольку Китай или что-то такое мне не хотелось, а хотелось именно что-то стильное поэтому, как только пришли диски я их сразу привез в гараж мы их расчехлили они диски, да, может быть, они в плохом состоянии но в хорошем состоянии эти диски стоили бы 1030 поэтому я смотрю наперед и отдал их в прайд-сайт рекламка дальше экшн работа, самая любимая, да болтать не работать я сверлил, он резал и я пилил тут полный пиздец будет по звуку поэтому я прошу вас сильно не реагировать потому что ремонт полным ходом строители тут все пилят, режут, строят валят и так далее а я сейчас буду, короче, просто пилить жопу поэтому это болгарка часть 2 я, типа, научен опытом уже я с респиратором потому что я в прошлый раз просто надышался всей этой гарью я с респиратором Продолжение следует... 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 Почему ты взял вот это? Не знаю, почему ты относишься к ним скептически, и тебе они не нравятся, но мне очень нравится, что у них есть такой стиль, типа Bright, типа GDM. У меня будет прослеживаться такой стиль во всей тачке. Это начиная с дисков, это каких-то аксессуаров. Ну ты, типа, решил придерживаться японского стиля? Да, GDM. GDM. А Vichur это тоже GDM? Да. Или что это? Короче, мне не нравятся, потому что это не оригинальные ковши, и они сомнительного качества, как по мне. Но хозяин барин. Короче, вот это Лёха купил себе вот такие вот стиховские. За сколько ты их купил? За 20. За 20. Я себе купил такие же, ну типа от предыдущего кузова, но здесь меньше, короче, вот эта жопная поддержка. От следующего кузова. И вот эта вот жопная поддержка, типа, у меня чуть поменьше. Не знаю, мне и в тех, и в тех комфортно. Я их купил за 15. Два. Да, но я не хотел перешивать, и поэтому я решил выбрать в очень хорошем состоянии. Алькантара. Черный с красным по цвету тачки. По цвету тачки. Ну, круто. Главное, чтобы Никито скайфовал. Вы напишите в комментариях, какие седла вы бы себе, возможно, поставили. Вообще, мне кажется, вот эту давнуковку. Сидишь, что ты их два поставил с чаёчком? Да, и взял, сложил. Да. И не украдут. Да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Важное, к чему мы пришли за выходные, это то, что Никитос получит первую готовую машину. Нет. Ну, во-первых, смотри, что у нас сейчас по плану. У нас 36-я делается каркас. Да. И как только его закончат, двойка должна быть там. Все. Как ни крути. Нет, но двойку мастеров сделаем только для реле. Нет. Потому что первому из наших ЖИК, вот этих трех, нужно сделать тачку Никитосу, потому что Никитос каждый день ездит на тачке. И чтобы он от нас, от всех отстал, ему надо сделать все первым приехать. Чтобы он максимально получал удовольствие. Да. Это самое, отъезды. И наваливал за всех нас, пока мы тут что-то еще делаем. Так что Никитос поедет первым, но первого-наперво нужно восстановить до конца, уже доделать кузов и отправить ее на каркас. И тогда у нас появится возможность заняться машинами, если еще это все нужно состыковать с ремонтом. Потому что сейчас будет, да, сейчас будет делать потолок. И как только будут делать потолок, тачке здесь быть не должно. И либо она должна быть накрыта, потому что его будет красить, тут все надо накрывать. И работать при этом вообще не время. Будут все менять котел, потом будут ставить цвет весь. Короче, крайне сложно соединить это все в процессе ремонта самого бокса. И вот я максимально вообще просто готов просто послать все на три буквы и поехать в отпуск. Короче, народ, ставьте лайк, если вам понравилась эта серия. Ставьте дизлайк, если вам не понравилась эта серия. Пишите комментарии ниже, понравилось ли вам или нет. Ну, может вопрос, какие-то? Да, заходит ли вам этот формат, но у нас появилась небольшая идейка. Пока мы это все снимали, может быть, запилим один пилотный выпуск. Не знаю, зайдет вам, не зайдет. Но мы постараемся и подснимем прикольно. Ну, поржем-то точно. Еще на самом деле есть мысль, так как мы все не успеваем снять все, что хотим. Ставить все-таки один выпуск в неделю. Ну, и реально сложно совместить это все с ремонтом. Если бы мы просто здесь делали тачки, то мы бы все успевали. Ну, может быть, после Нового года уже как бы. Ну, когда, да, здесь станет проще. Да, я думаю, движухи станет больше. Сидеть, да, и чтобы как бы мы своими съемками ребят не затормаживали, а ребята своей работой не затормаживали. Напишите в комментариях, да, в какое время и в какой день недели вам было удобнее было смотреть. Потому что есть куча разных блогеров, не только автомобильных. И кто-то там выпускает в понедельник, вторник. И, возможно, в какой-нибудь более свободный день мы бы выкладывали, чтобы вы смогли спокойно насладиться нашим творчеством. И кайфануть, поставить лайк. Да. Всем пока. Ура, бро. С вами был Эмци Крым. Я пошел. Часик в радость, чефир в сладость. Короче. Ловите фирменную двоечку. Руки-базуки. Ты такой откуда вообще? Ты презентовщика про этого не знаешь? Звонок нами. Давай набрать. Так, а это правильно, да? Да. Сделали? Ууууу. Так? Нет. Нет? А как? Я не знаю, типа... Типа, на блядь. Да, блядь. Бля, ты мне типа капец кинет потом. Бля, так и не вставить, не вставить это в ролик. Ну а матом. Мы нормально угораем сегодня, когда мы снимали в начале. Бля, теперь мы будем угорать тебя.